привет всем кто смотрит мой канал меня зовут марина сейчас видео у нас о фаворитах лета что я использовала это будет декоративная косметика что я использовала этим летом чему я больше всего отдавала предпочтение и давайте начнем с тональной основы с тональной основы я использовала в основном я использовала вот эти три вот эти вот 3 4 healthy mix вот такая вот версия классный тональный крем очень хорошо подходит к сухой коже не знаю как на жирной для сухой кожи дает такой живой сияющий ну скажем не сияющий а мокрый эффект на лице то есть такое как будто немножко влажное такое лицо поэтому в оттенке в оттенке где здесь оттенок не вижу оттенок сажи ага 53 оттенок 53 как раз вот под загар хорош но я еще немножко добавляла или вот этот вот ланком добавляла skin feels good или же я вам показывала пробничек такой миниатюрку miracle тоже ланком только miracle вот ну и делала такой микс и использовала этот тоже такой он не матирует он наоборот такой опять-таки для сухой кожи подойдет дальше что я использовала дальше я использую если хотелось мне более вот такого эффекта вот как сейчас да я я использовала dior star он в очень светлом оттенке 0 10 и опять таки если не если а когда мне надо было затемнить я использовала или мире miracle или опять таки вот этот вот добавляла чтобы затемнить вот эту основу тогда кожа становится вот видите она как бы и не прям влажная но такое свечение дает но красивая мне нравится выравнивается тон лица понравилось тональный крем кстати вот из вы знаете что он мне сначала не очень понравился а потом вот сейчас вот видите в фаворитах то есть хорошая тональная основа дальше дальше сиси крем буржуа на каждый день прям супер я брала его на море он у меня уже в принципе заканчивается там его немножко в оттенке 32 вот вот этот вот ланком у меня вообще в 0 8 оттенке ханы то есть очень темный но я его специально для этого и брала чтобы затемнять дальше дальше у меня идут давайте возьмем наверное бронзеры бронзер у меня ну по вы знаете бронзер нуба в оттенке 03 вот такая вот он такой вот шиммерный но без блесток а именно вот где тут мазнула вот такой вот видите он дает такой вот сейчас он у меня тоже на лице вот видите нету мне нравится сейчас не матовые бронзеры а именно вот которые создают такой так его не видно но вот при поворотах до головы видно что вы немножко как бы загорелая вот поэтому присмотритесь для девочек с сухой кожей он вообще не сушит то есть если взять его как пудру сияющую до более светлом оттенке то она не сушит вообще кожу то есть вот это прям идеально для меня дальше румяна румяна буржуа именно в оттенке дианос 102 у меня еще есть не помню какой оттенок 06 по моему томаты тот мне не очень как бы нравится он больше наверное все таки к зиме подойдет а вот этот он с от 92 сантал отличный красивый тоже он не матовый а вот с таким вот переливом идет явных блесток здесь нету но очень красиво смотрится на лице и тоже он у меня сегодня на лице ну вот как бы так не видно но я сегодня делала макияж и снимала для вас поэтому там видно как я что наношу и аромат конечно же очень приятный по поводу бровей давайте сразу брови у меня вивьен сабо вивьен сабо в оттенке 04 хороший карандашик он целый день держится у меня на бровях вот он сейчас тоже у меня можно создать как волосковую так и такую припыленную бровь поэтому как хотите так и в какой хотите техники в такой заполняйте хорошая щиточка 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 хорошо как бы такая упругая хорошо расчесывать вот бровки то есть карандашик хороший цена у него 100 с чем-то не помню точно на мейкапе посмотрите я покупала на мейкап так дальше тени ну закрепляла конечно же своим вот таким вот от эссенс это мой любимый гель 0 2 оттенок brow brows такой вот здесь идеальная щиточка идеальная как назвать субстанция которая наносится на бровки и и не видно но тем не менее бровки уложены красивые и консилер консилер hit me вот он мне очень нравится не знаю покупать что-то дороже или нет пока у меня он есть и меня он устраивает поэтому пока ничего не буду покупать тени если брать палетку то из палетки естественно вот это вот мейкап revolution я прям постоянно можно сказать и и пользовалась классная в оттенке в оттенке в девочки кто не хочет тратиться на более дорогие какие-то да там туфейст naked я не знаю что там еще есть худо бьюти ну вот эти все популярные да скажем палетки которые существуют на рынке купите вы не пожалеете я не знаю кому она может не понравится вот говорят там но я тестировала вот эти вот туфейст и тому подобное но ничем не хуже я не знаю ничем не хуже поэтому может мне такая классная попалась но нам я от нее без ума она хорошо тушуется она пигментирована она вот эти шиммерные оттенки очень красивые они не сыпятся то есть вот эти вот они не не миловые как вот некоторые девочки показывают говорят что они миловые но они далеко не миловые они очень нежные такие даже как кремовые немножко не знаю я покупала здесь на в интернет магазине поэтому может на украине какой-то другой я не знаю изготовитель или еще как-то но здесь вот палетка изумительно мне попалась поэтому аварит значит из кремовых текстур у меня здесь какими чаще всего я пользовалась это мои былин в оттенке 65 pink gold потом в оттенке 35 он он не могу прочитать он аут бронзы вот такой вот но скажу вам оттенок 35 35 65 и макс фактор этими я реже пользуюсь но пользовалась 20 копыр такие муссовые классные классные тени мейболин тоже шикарные и мне нравится а вот что касается туши еще я использовала кремовые тени в оттенке гош в оттенке вот такой вот сейчас скажу ноль третий ликт копы красивый оттенок такой я бы сказала вот видите такой вот я наносила допустим или самостоятельно или по нижнему веку скала вот красивый оттенок мне нравится дальше тушь тушь для бровей это моя находка девочки люкс визаж скульптор ресниц написано панорамный объем смог я вот такая вот присмотритесь девочки а просто вас прошу попробуйте вот просто попробуйте это тоже это не реклама не за это никто ничего не платит поэтому здесь силиконовая кисточка вот такая вот но с первого раза дает просто объем если вы хотите вообще чтобы вас ресницы такие кукольные были то вы их сделаете но уже с первого раза то есть она даже перепрыгнула мою тушь любимую вы знаете я люблю буржуа туши вот она перепрыгнула ее поэтому Vivienne Sabo Cabaret далеко к ней поэтому вот попробуйте классно и стоит она там ну очень бюджетно просто копейки сравнительно с теми ценами которые у нас сейчас на рынке так что такая вот вот что я еще использовала естественно карандаш для слизистой бежевый от что это у меня римель римель классный карандаш держится целый день я его вам уже уши прожужжала если я хотела по слизистой сделать коричневый то я делала вот релуи чоколад артист вельвет каял вот такой вот тоже хороший карандашик держится хорошо особенно хорошо для визажистов потому что бюджетно хорошо и красиво дальше давайте перейдем к помадам помады в этом этим летом я использовала в основном буржуа достала она меня уже давно буржуа вот такая вот вот но она еще у меня не испортилась 07 Nude East вот такая вот очень красивый оттенок такой как я уже и сказала нюдовый очень красивый особенно вот на загарной коже вот видите как он смотрится очень красиво не сушит губы это матовая помада рожь эдит вельвет очень красиво смотрится вот эта помадка затем помадка в красном таком оттенке металлик вельвет бархатный финиш эффект объемных губ релуи это моя находка бюджетная я ее сравнивала с с сифорой которую я отдала сестре вот такой вот оттенок сифоре немножко конечно оттенок не такой более такой он я не могу объяснить я обязательно его куплю но 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 вот такая видите красивая такая тут я бы не сказала что это металлический финиш я бы сказал что это сатиновый вот дальше матовая помада сифора в оттенке семнадцать вот такая так этот я сказала вам каком оттенке тон ноль семь хохо называется попробуйте девочки классная помадка долго держится красиво смотрится нравится мне и опять-таки бюджетно помадка от сифора в оттенке сто пятнадцать это такой вот я даже не знаю как этот оттенок розовое золото что ли вот но как-то так очень тоже красиво смотрится когда под загоришь вообще шикарно и вот еще я купила и сразу мой фаворит тоже это же серия матовых помад с металлическим эффектом ну это сатиновый эффект это не металлический в каком это оттенке здесь плохо очень маленькие сто шестой по моему если правильно я вижу сегодня он у меня на губах он немножко с краснинкой этот больше уходит в желтизну а этот больше вот видите вот так вот нет они папа это юра вот так что вот такие вот румяшки от эльф но это хайлайтер но он розовый я его использовала как румяшки вот что касается аромата то этим летом я прям видите вот немножко уже осталось живанши лайф и рис и был как-то так вот такой вот аромат очень приятный такой летний ни к чему не обязывающий вот и сейчас на я купила в конце лета себе олимпия покарабан аква вот такой аромат это просто бомбический запах не запах аромат я взяла 30 миллиграмм вот такой вот просто изумительный аромат на этом все вот такие у меня фавориты были напишите свои это что касается декоративной косметики напишите свои фавориты мне будет очень очень интересно и встретимся до новых встреч увидимся пока